А сейчас у нас следующий спикер, это Антон Вин. Антон, пожалуйста, подключайтесь, мы вас ждем. Антон Вин, учитель начальных классов, практик, педагог, Трис, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги, как меня слышно? Ну, судя по тому, что никто не сказал, что не слышно, все окей. Итак, действительно, я учитель начальных классов, классный руководитель второго класса частной начальной школы Снегири. И сейчас я расскажу чуть-чуть про литературу и Трис. Как я понимаю, презентация видна, все окей, поехали. В госы меняются, мир изменяется, то вука мир, то какой-то бани мир, то еще что-нибудь. А требования к самостоятельным мыслящим ученикам, работникам остается. Есть такая поговорка, правильно поставленный вопрос уже половина ответа. И умение искать ответы – важный навык, но умение увидеть вопрос, увидеть задачу, посмотреть под новым углом. Но, как минимум, на этой конференции данный навык, мне кажется, еще важнее. И надо учить это, этому уже в начальной школе, если не в дошкольном учреждении образования. Я предлагаю вам три типа вопросов с мини-разбором от Светланы Ивановны Гин, которые я дополнил до наглядности. Она их разбирала на примере нашей Тани, вот этого вот ребенка, который ему скучно сидеть на уроке, потому что у его учителя нет тех вопросов, которые мы с вами сейчас разберем. Уточняю. Я даю с избытком, буду утрировать, чтобы вы увидели, как можно вытаскивать информацию из слов для того, чтобы, так сказать, вас раскачать. Итак, вот это стихотворение все знают, и эти вопросы можно будет использовать не просто как работу с любым литературным текстом, а применять к абсолютно любому предмету, то есть не только художественной, а еще, ну, возможно, литература, физика и так далее. Итак, три типа вопросов. Поехали. Повторяющий вопрос. Ответы есть прямо в тексте. Извлечение информации. Интерпретация, извините, извлечение информации. Ну, вот, как звали девочку? Таня. Что она уронила? Куда она уронила? То есть это вопросы, ответы на которые мы можем найти в тексте. Как мы можем сами себя проверить? Ответы абсолютно у всех будут одинаковые. Можно ткнуть в тексте, и будет одинаково. Например, уважаемые слушатели, никто из вас не ответит на вопрос, что уронило. Ну, я не знаю, там, карандаш или ручку, потому что у нас в тексте четко дан ответ. Расширяющие вопросы – это интерпретация информации. Мы предполагаем от текста путем логических размышлений с данной ситуацией делаем какие-то выводы. Кто плачет? Девочка или мальчик? Сколько ей может быть лет? Маленькая или взрослая? Какое время года на улице? Какой девочке на национальности? Мы делаем умозаключение. И как мы сами себя можем проверить? Здесь работает логика с опорой на текст. То есть на любой вопрос можно найти аргументы в тексте, но не дословно, как в первом типе вопросов. И третий вид – это исследовательские вопросы, информация как триггер. Ситуация закончена, информацию мы получили, проанализировали, а теперь отрываемся от нее. От конкретного переходим на уровень процессов и явлений. Как мы себя проверяем? Опять же, нам текст уже вообще не нужен. Мы процессы, связи, закономерности выявляем. Этой информации в тексте нет вообще. Например, вот как измерить громкость звука? В каких единицах измеряется шум? Чем река отличается от озера? Вот уронила вид намеренного или случайного действия? Зачем? Вот сейчас я приведу пример разбора именно этого стихотворения. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Мы это стихотворение в третьем классе разбирали на протяжении 40 минут. Да-да-да, и третьеклассникам было безумно интересно, а что же можно найти в каждом новом слове. Итак, мы читаем текст, стихотворение, что-то еще, и отталкиваемся от каждого слова. И сейчас я предложу больше вопросов и вариантов, чтобы вы увидели, как можно играть с текстом. Итак, наша. Какие вопросы здесь можно задать и что обсудить? Что значит наша? Несколько людей, которые в данную секунду пытаются проанализировать и понять, что же происходит. Скорее, наша Таня. То есть, скорее всего, она принадлежит какому-то кругу людей, является его частью. Семья, друзья, класс. Иначе бы была не наша, своя, а чужая. В чате пишут открытую задачу, как помочь Тане достать мяч. Да, но это уже отдельно. То есть, это уже другая задача, совершенно верно. А сейчас я вот каждое слово проанализирую. Итак, Таня, а зачем человеку имя? Как называли людей в прошлом? Что в имени плохого, что в имени хорошего? Да, хорошо, есть самоидентификация, но плохого, извините, рифму можно обидно придумать. Кстати, может быть, проще всем с номера не ходить, чтобы не путаться. Давайте. Ты, 3 миллиона 43, я 7 миллиардов 39. Правда, по подсчетам специалиста, на всю историю человечества существовало около 107 миллиардов человек. Поэтому я не буду 7 миллиардов 39, а, например, 105 миллиардов 947 миллионов 235 тысяч. Представьте, что тогда превратится перекличка в классе. Но зато никто точно не запутается, если имена одинаковые. Кстати, что делать, если имена одинаковые? У меня был случай один раз, у меня на уроке было три Алисы одновременно. И мы решили распределить, кто будет Алиса, кто Элис на английский манер, а кто Аля. На всякий случай, я им клички не придумывал, мы с девчонками посовещались, и это было их решение. Так их зовут дома, на разных кружках, то есть никаких лишних дополнительных кличек. А кроме имен и кличек можно поговорить еще об отчестве, фамилиях и так далее. Громко. Уже упоминали о том, что можно обсудить, как измерить громкость звука, в каких единицах измеряется шум. Но кроме этого, громко в библиотеке и громко на стадионе – это одно и то же громко. Обсудить относительность громкости по сравнению с чем? Ночью в лагере, когда шепотом дети говорят, на них тоже могут шикнуть, что они громко беседуют. А почему она плачет громко? Она не справляется с эмоциями, ей очень обидно, что она пытается об этом известить весь мир, или она привлекает внимание. Слово громко, характеристика звука. Я не могу сказать, что растение громкое, громкая книга, откуда звук берется, что это такое, вот что, вот звук как он появляется, что калибрится внутри организма. Вот вам и анатомия, и переходим на нашу метапредметность. Плачет. По какой причине она плачет? Она уронила мячик. А по каким причинам еще можно плакать? Плачет только от горя или от счастья тоже можно? А еще? Можете ли вы предложить не меньше пяти вариантов того, почему можно плакать? Причина не должна быть связана с горестными событиями. Ничего страшного, ничего несчастного не произошло. Но при этом она плачет. Аллергия на что-то. Лук режем, ветром надуло, соринка попала, анатомические особенности. Вспомните, пожалуйста, диафильм «Сказку-теремор». Там было сказано «Медведь пришел, ревет». Что значит он ревет? Он плачет или что? Противоречия в плаче. Что в нем хорошего, что в нем плохого. Можно придумывать еще и еще. Уронила, как уже говорили, вид намеренного или случайного действия. В чем разница между уронить и кинуть? Можно продемонстрировать. Можно предположить, с какой высоты человеческого роста она уронила мяч. Что она с ним делала? Можно делать опыт. Как быстрее выскользнет? Руки мокрые или сухие? Мяч большой или мелкий? Как быстрее выскользнет? Почему она пришла с мячиком на речку? Мог бы ли это быть теннисный мяч? Мы рассуждаем, думаем дальше. Уронила в речку. Предположить, она стояла на мосту или на берегу, а склон укатил мячик. Можно ли что-то уронить в космосе, когда все летает, или мы отпускаем? Как это получается? Гравитация, невесомость. А в речку, вот чем она отличается от озер? Устья, исток, притоки. Откуда реки берутся? Они соленые или пресные? Да, это литература, и я так работаю. Естественно, на обычных уроках не получается каждое слово так проанализировать. Но на уроках в первом и втором классе, плюс дополнительно, я веду диафильмы для детей, там, где можно еще и анализировать картинки, и работа с картинками, и работа с текстом. Это все описано на сайте образования для новой эры. Заходите, читайте и так далее. Продолжаем. Уронила в речку. Говорим, что можно ли что-то уронить в космосе, когда все летает. Гравитация, невесомость, речка, чем отличается от озер? Откуда реки берутся? Они соленые или пресные? Это временный или постоянный водоем? Может ли река изменить русло? Может ли река течь в разную сторону? Как измерить скорость реки? Ее температура? Река большая или маленькая? Если она маленькая, то значит это речка. Если большая река, если песок и земля пропускают воду, почему вода не ушла под землю? Продолжаем. Продолжаем. Время немало. И мячик. Из него. Из чего делали мячики раньше? Вы знаете, что их раньше из желудка в животных делали? А вот дети не знают. Некоторые. Почему мячики шарообразной формы? Кстати, есть кубический. Есть видео, как человек набивает кубический мяч. Можно ли сделать, как его усовершенствовать? Какие мячики будут в будущем? Какого он размера был? Если он мячик, значит он маленький. Суффикс «ик» работаем с суффиксами. Тише, Танечка, не плачь. Почему здесь начали к ней обращаться с уменьшительно-ласкательным суффиксом? Какие еще есть суффиксы? Стоит или не стоит успокаивать плачущего человека? Как это делать эффективнее? Может, лучше, чтобы он выпукался? Чтобы человек страсть снял? Почему? Тише, Танечка. Кому она может помешать? Не утонет в речке мяч? А почему мячи не тонут в реке? Со старшими тут можно обсудить объем. Вытеснение воды при помещении объемного предмета. А может, она боялась не того, что он утонет, а того, что он уплывет? Кстати, может ли быть такое? Пожалуйста, вот открытую задачу вы предлагали, а я предлагаю свою. А он утонул. Мячик в реке, но утонул. А как? А может ли быть такое, что мячик не сдутый, а его течением реками не несла? Опять же, как? И тут у нас тризм. Проблемная ситуация. Тут изобретательская задача. Как уже говорили? Да, как, Таня, достать мяч? Задача одна, а решений очень много. С текстом можем работать на предмет вылавливания задач. Важно уметь увидеть задачу в тексте. Можно брать любые сказки и работать с текстом. Например, хорошо живет на свете Винни-Пух. А какое у него отчество? Кто-нибудь из вас задумывался? Винни-Пух. Это отчество. Пух или фамилия. Что значит хорошо живет? Извините, что на логовой будем говорить. Да, вон там хорошо живет. Картинка такая. Вы бы в таких условиях жить хотели? Извините. Пчелы, оцы, тут домики. Живете деревянным. На свете. Хорошо живет на свете. Тут можно обсуждать названия городов и сел. Ну, то же самое, все то же самое, но на другом произведении. Пробуйте. И все эти вопросы, размышления, предположения, гипотезы позволяют развивать творческое, креативное мышление, учиться преодолевать стереотипы и вырабатывать умение работать с нетривиальными идеями. Список литературы. Особие мерлогики. Светлана Гин. Типа вопроса. В статьях, что такое? Трис-педагогика. Сайт trisway.com. У меня осталось еще три минуты. В целом, я думал, что мы можем поработать вот с этими произведениями, но я думаю, что лучше я употреблю это время на то, чтобы чуть-чуть рассказать о том, что я еще делаю. Да, я классный руководитель второго класса частной начальной школы Снегири. И если у вас будет желание, я думаю, что можно будет выйти на школу, либо выйти на меня и работать. Мой стаж, да, вы уже можете писать вопросы в чат, я буду на них отвечать параллельно. Мой стаж сейчас идет седьмой год, я работаю с 2015 года, два года в деревенской школе в Беларуси, дальше начальная школа в различных частных семейных школах. Для учителей и для родителей у меня есть несколько групп. Вконтакте группа называется «Заметки столичного учителя начальная школа», и там я рекомендую различные ресурсы по литературе, по триспедагогике, по окружающему миру. Я вижу свой ресурс именно в окружающем мире и в литературе, потому что огромный объем работы с диафильмами, огромный объем работы с литературой. Уважаемые коллеги, к таким урокам надо немало готовиться, немало времени на работах. Скажу так, когда вы завязываете шнурки, вам не нужно думать, что это мы продеваем сюда, это мы продеваем сюда. Если вы умеете пользоваться методами и приемами триспедагогики, то вам уже не нужно тратить столько времени на подготовку, оно уже приходит к вам. К четвергу будет готово два методических пособия, дополнительные рекомендации к учебникам Анатолия Агина с дополнительными материалами по окружающему миру 1-2 класс. На сайте образования для новой эры плюс анонсы будут в моих личных группах. Видео-уроки есть по три спедагогика в детском саду, по поурочным разработкам Светланы Гин, есть на моем YouTube-канале Антон Гин, есть в Телеграме моя страничка, есть в ВКонтакте моя страничка. Уважаемые организаторы конференции, скажите, пожалуйста, могу ли я в этом чате оставить ссылку на свои ресурсы для того, чтобы желающие могли по ним перейти? Антон, да, пожалуйста. Конечно, конечно. Отлично, с большим удовольствием. Тогда я оставлю ресурсы. Первая моя группа ВКонтакте, потому что у некоторых заблокирован Фейсбук. Моя личная страница ВКонтакте, моя личная страница Фейсбук, моя личная страница Инстаграм, плюс группа в Телеграме Диафильмы, которую я провожу я вместе со своими коллегами, плюс группа в Телеграм с материалами по окружающему миру. Также я сейчас делаю набор учителей и родителей, с которыми я буду делиться дополнительными материалами по окружающему миру для третьего класса, потому что уже готовы по первому и второму. Вот, пожалуйста, скидываю все ссылки в чат, мой YouTube-канал, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук. Пожалуйста, пишите, добавляйтесь, не стесняйтесь. Все с удовольствием подскажу, расскажу. Все материалы, о которых я рассказываю, на семинарах. А, извините, я скинул это в личные сообщения, прошу прощения. Вот, пожалуйста. Антон, все видно, еще вопрос есть. Выбор вопросов, полагаю, зависит от цели. Можете привести примеры целей и вопросы к ним? Так как я работаю в начальной школе, это больше развитие творческого и критического мышления, но при переходе, вот, как я говорил, мы можем здесь работать с суффиксами, мы можем перейти на биологию, мы можем перейти на математику. Работа с текстом, пожалуйста. Я думаю, что эти вопросы, когда мы используем исследовательские вопросы, можно тут перейти абсолютно на любую тематику, абсолютно любого предмета. И почему бы и да, собственно. Антон, спасибо. Еще вопрос. А почему это не АТСМ-3? Если вы мне назовете различия АТСМ-3 с АТСМ-педагогики, я отвечу на ваш вопрос. Есть Алла Нестеренко, которая делает курсы по литературе, есть еще коллеги, которые делают курсы по литературе. Честно, ну, как бы, 3 с педагогикой есть 3 с педагогикой. Возможно, я не понял вопрос. Антон, спасибо. Есть разные направления, но, наверное, сейчас мы не будем об этом говорить. Да, да, да. Направления сильно отличаются на самом деле, но это тема отдельного разговора. Да, не в рамках данной конференции. Тем не менее, Антон. Смотрите, как называется наша секция? Альтернативные подходы. Вот, поэтому, да, разные подходы. Спасибо большое, коллеги. Да, я хотела бы... Ага, Катюш, давай. Антон, у вас есть еще буквально 2 минуты. Может быть, вы какое-то дадите упражнение, игру, чтобы вот сегодня, завтра уже учителя, педагоги пошли. Окей, пожалуйста, сейчас на слайде 4 стихотворения, и вы можете попробовать накидать к ним разные типы вопросов на развитие мышления. Давайте повторяющие вопросы, ответ на которые мы можем найти в тексте. Вы сразу не будете писать, но вот уронили мишку на пол, кого уронили, такое писать не будем. А вот что из этого стихотворения еще можно вытянуть для развития мышления? Можно написать в чат, у нас есть полторы минуты, меня очень попросили уложиться, поэтому... Ага, Антон, пока наши коллеги пишут, можешь сказать, а вот сама литература, то есть это стихотворение, как один из видов литературного творчества, можно ли вот то, что ты уже рассказал, как-то теперь пристроить к литературе? Ну, я не знаю, слов к ям, что там еще, рифма, ну, чтобы что-то было от литературы. Ну, вопрос какой-то могу придумать, например, заменить слово, чтобы оно было также в рифму, да, по смыслу, или другое построить стихотворение. Уважаемые коллеги, в своей педагогической деятельности вы вольны делать все, что идет на благо на развитие мышления ребенка, ну, и не противоречит ГОСАМ, на мой взгляд. Да, можно заменять текст, да, можно здесь работать с размером ямба, хари и так далее. Это, как уже сказала, различные методы и приемы, здесь можно... И я расскажу миллион всего, и коллеги расскажут миллион всего, и, как бы, я рассказал один из вариантов работы, а таких десят... То есть, поняла, поэтому самое простое стихотворение детское, да, там, в третьем классе, чтобы на нем не зацикливаться, как на литературном произведении, потому что оно очень простое, а именно развивать творческое мышление, правильно я поняла? В целом, да, но на любом произведении, даже на прозе, можно те же самые вопросы использовать, как и на уроке истории. В четвертом классе «Окружающий мир» мы используем те же самые вопросы для обсуждения. 16.20, мое время вышло, если что, пишите мне, пожалуйста, в социальных сетях, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо, коллеги, рад был познакомиться. Да, Антон, вы пропустили там столько вопросов по вашему заданию, можете прочитать, кому-нибудь ответить, если будет время. И к тебе, на минуточку, коллеги, особенно спикеры, кто здесь присутствует, я вижу, что постоянно возникает вопрос о каких-то ссылках, о литературе и так далее. Я предлагаю, что, ну, когда мы закончим эту конференцию, через пару дней вы получите ссылки на видео этой конференции, Затем вы получите все презентации. И я предлагаю, что еще к презентациям, а где-то рядом, вы сделаете листок с ссылками, которые бы вы хотели дать, каждый из спикеров. То есть мы дадим и презентацию, и вот такой вот листок с вашими ссылками. Да, принимается. Спасибо, Мария. Ну, или скопировать можно сейчас, пока кому-то срочно надо. Я знаю, сейчас это сложно, и этот чат не такой удобный. Лучше будет, если каждый из спикеров приложит свой листок с своими ссылками. Хорошо, спасибо еще раз.